Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Редмир, второй сервер «Всё ко всегда». И каждый подписчик моего канала знает, как я люблю коллекционировать номера. А ещё больше, я люблю коллекционировать баны на Редмир МТА. Интересно? Тогда присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Если честно, пацаны, я в какой-то степени даже рад этому, потому что ролики с баном почему-то очень много набирают просмотров, и их смотрят даже сами админы. Даже цитировали меня, и даже офигел. Жалко, конечно, что я тут видос удалил, но ладно. И как вы поняли по названию и по первому ролику, сегодня мы узнаем, за что меня забанили, и, конечно же, по классике, по традиции, моя бомбёжка на админов. Знаешь, что у нас получается? Это мой третий, шри, сёрд, сёрд бан, он Редмир МТА, you know? Ну, получается, что же произошло? Даже не знаю, если честно, с чего начать, потому что информация куча, как её уместить 10 минут, я не знаю, поэтому я начинаю говорить всякую такую чепуху, чтобы занять больше эфирного времени. Ну, ты, конечно, я вам молодец, да. Всё, к делу. Получается, слетал один бизнес. Самое прикольное, что в прошлой серии мы этот бизнес продали игроку, Эль Прима вроде, да? Вот, и он продал игроку Райану. А Райан улетел в бан, и этот бизнес слетает, тот, что мы снимали в предыдущие ролики. Именно из-за этого бизнеса я улетел в бан. Знаете что, получается, бизнес слетает, стоит он очень дёшево, припродать можно очень дорого, где-то выйти в 4, 4,8 миллиона плюса, как бы, с этого бизнеса, поэтому этот бизнес хотели все, и пришло туда очень много народу. Давайте сейчас вам расскажу краткую историю, как это всё произошло, а после этого мы углубимся в подробности. А почему, вы дальше узнаете. Потому что не совсем всё, как бы, справедливо-то вышло, да. На часах у нас 23.50, 8 мая, я лечу к бизнесу. Прилетаю, у меня админы сразу забирают тачку, я подхожу к бизнесу и начинаем ловить. Очень много людей из клана, ну, конечно же, все хотят заработать, вот. И я потом вспомнил, что у меня был видос с лайфхаками, если что, ссылочка будет в описании. Я там вспомнил, что можно двигаться в анимации, и мне ещё мой соклан, бывший соклан, наверное, я не знаю, мне удалили склан или нет. Короче, бывший соклан показал, что можно на анимации ездить к метке, и плюс-минус, и типа проезжать сквозь текстуры, и забирать вот эту метку, чтобы никто тебе не мешал. Вот я здесь решил вспомнить эту херню, и подъехал к текстурам, и сначала бегал, ну, по нормальному миру, а потом залез через текстуры, потому что там людей было меньше, и можно было, вернее, был больше процент на то, что я мог словить бизнес. Мы так ловили, 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 бизнес, спойлер, я не словил, и всё. Не словил, я вышел, поехал, выполнил задания ежедневные, и вышел вообще с игры. И после этого мне пишут ВК, типа, всё, Эван, с тебя штраф, я такой говорю, за что? Говорят, 200 тысяч с тебя, и у тебя бан, если что, на 14 дней, я такой, чего? Думаю, бля, я же только что играл. В итоге, захожу я на сервер, и у меня высвечивается вот. Вот, и да, мне, получается, дали бан на 14 дней, во 9 мая, где-то в пол первого, где-то до часу ночи мне этот бан выдали. Я такой охренел, и начал спрашивать, типа, за что? Они говорят, за 2.15. Чтобы вы понимали, 2.15 это использование багов с целью получения какой-либо выгоды в игре. Бага юз. Бан даётся от 14 дней, то есть нас ещё всех пощадили, можно так сказать, и дали только на 14 дней. Потому что, если вы хорошо помните, то один раз я уже отлетал в бан по 2.15, где я показывал, как выполнить тысячу метров на автомобиле. Этот ролик тоже оставлю в описании, можете посмотреть. Вот, и там мне тоже дали бан. Но давайте посмотрим на маленькую детальку, что тогда, когда меня забанили, все, кто были в клане, им дали штрафы по 100 тысяч долларов. По 100 тысяч. Но сейчас пришли же ловить бизнес, и у деньги у людей есть. И админ такие, не, 100 тысяч мало, давай 200. И всем выдали, кто сидел за текстурами, вот, потому что это, оказывается, бага юз, так нельзя. Всем выдали по 200 тысяч штраф. Это у нас получается хулиган, грек, енот и хелкет. Получается, мы 5 человек. Но там было намного больше, только челы без клана были, либо те, кто вышел из клана. Ну, короче, да, получается, в прошлый раз дали 100 тысяч штрафа за 2.15. Этот раз дали 200 тысяч за 2.15. Потому что штрафы выдаются на усмотрение администратора. Да. Ну, а теперь немножечко углубимся в эту тему, и я вам расскажу именно, почему у меня бомбит на это. Значит, первая тема. Как мы видим, скорее всего, сейчас на ролике. Он, наверное, идет сразу под мою речь. Я еду на Хуракане к этому бизнесу. Людей вы видите очень много, и тачки стоят одна или две. Я только подъезжаю к бизнесу, и у меня тачка пропадает. У меня нет никакого бинда, чтобы ее убирать. Я ни F1 не нажал, чтобы ее убрать. Просто админы стоят справа там от меня, и они убрали мою тачку. Специально, типа, чтобы у других не лагало, я так понимаю. Значит, они не ФКшили, важный момент, и убирали тачку. Теперь второй момент, от которого меня бомбит. Я стоял возле бизнеса 10 минут. Я не знаю, может, ускорый нам этот режим и покажу или нет. Но я все время, ну, как все время, я не смотрел в чат, можно сказать. Я видел, там мне Аркаша писал по поводу, что, типа, выйди, выйди, табан. Но я этого даже не видел. Но это не важно. Самое главное, что админы стояли. Там был не один админ, там было их два. Это Arm, Perm и Lightcore. Я знаю, что вы посмотрите этот ролик. Но там, может быть, еще третий, четвертый мог быть админ. Потому что на редмире можно заходить на аккаунт, если вы администратор. И они логинятся как админ, и тебя не будут светить в табе. Вот. Но самый прикол, что я стоял там 10 минут. 10 минут. И ни один администратор в чате не написал, что нельзя стоять за текстурами. Типа, пацаны, выйдите за текстуру. Мне кажется, любой администратор на другом любом сервере, даже на РПшном, сказал, типа, ну, выйди, типа, мы тебе предупреждаем, что там стоять нельзя. Они стояли 10 минут, и ничего об этом не писали. Просто там общались между собой, между игроками. Это меня тоже как бы задело. Потому что, ну, блин, ты же админ, ты смотришь за порядком на сервере. Скажи, что, пацаны, вылезьте из-за текстур, потому что там нельзя. И все. Что здесь такого сложного? Я не понимаю. Это второй момент. И третий момент, он достаточно спорный. Но доказательства я бы сказал, ну, у меня есть, да, я вам сейчас их покажу. О чем я говорю? Что нас забанили 5 человек, получается. Но за текстурами сидело намного больше. У меня есть инфа только о 5-их, потому что они состояли в кланах. А есть еще обычные игроки, которые не состояли в кланах. И, к сожалению, я не знаю, забанили их или нет. Но, есть один игрок. Против тебя я ничего не имею, но просто так, для сугубо большой картинки. Есть такой игрок под ником Ларков и Панда. Вместе они состоят в кланах. И теперь давайте разберем, что же я именно к ним прицепился. Знаешь что? Слет бизнеса. Панда стоял за текстурами, как и я в этот момент. Но на момент слета бизнеса, как я видел, там где-то 23.59, он решил уйти из-за текстуры. Он стоял наружу. Ему сначала дали бан, а потом убрали, потому что он был за текстурами. Ну да, на момент слета он был не в текстурах, поэтому я это одобряю. Но, 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 Ларков. Ларков. Он стоял сначала за текстурами. Потом он вылезет за текстур. Но в момент слета бизнеса, где-то в 58 минут 30 секунд, ну ладно, 59 пусть будет, и до нуля все начинают врубать анимацию, как я говорил в начале, и двигаться. И в этот момент Ларков двигался в бизнес, и он двигался за текстуры, и, ну получается, за текстуры и перед текстурой. И он в этот момент вперед-назад. Но получается, в момент слета он тоже, как бы, некоторое время был за текстурами, а некоторые был нет. И это наглядно видно на видео, что в момент слета он был за текстурами. Конечно, вы можете сказать, ну да, он был там, потом там, нету типа доказательств. Конечно, да, не так, как мы, что мы полностью за текстурой мы были, но какую-то часть он был. Это тоже какой-то спорный момент, если честно. Ему ничего не выдали, ни бан, ни штрафа. Хотя, у него более спорная ситуация, чем у банды, если честно. Да ладно. И самое бесстящее то, что на Радмире больше правил, чем функционала вообще. Если вы зайдете в правила, это пиздец, как мы увидели. По прошлых моих банах, то нельзя, все нельзя. Нельзя писать, кстати, только на втором сервере какого-то хера, нельзя писать про дам автомобиль на БУ. Если ты стоишь и пишешь, типа, про дам автомобиль, тебе сразу прилетает муд. И я не помню, кикает или нет. А, кикает за то, что по встречке ездишь, да. И 10 тысяч штрафа приходит, да. И получается, из-за вот этих всех багов, они тоже придумали правила, что багаюзить нельзя. Но, с одной стороны, блядь, ну это же бред. Типа, мы же зашли на Радмир просто поиграть, развлечься. А не, блядь, мы же не играем какого-то стимулятора-адвоката, что ему правила нужно учить, чтобы он потом смог играть. Но это же бред. Бред. Мне кажется, баги нужно фиксить, а не правила придумывать. Ну, а про честность администраторов я вообще молчу. Некоторых присутствует блат в кланах. Присутствует блат некоторых игроков, потому что они там друзья, знакомые, роды, чичи, шех, тось. Что-то по моей линии ролик уже зашел за 9 минут. Я думаю, нужно плюс-минус уже заканчивать. Главный вопрос. Буду ли я играть на Радмире? Если честно, у меня в тот вечер пиздец пригорело, что за такую херню еще банят. Я вообще понятия не имел, что за такого еще могут забанить. Ну, да. И 200 тысяч штрафа еще. Буду ли я играть на Радмире? Если честно, уже после третьего бана... Вот я после первого бана хотел уйти, не ушел. После второго бана прям, блядь, был серьезно. Решен уйти, но все-таки не ушел. Но после третьего бана я пиздец как хочу сейчас уйти. Но мне просто интересно, какую же обнову они выкатят, если последнее обновление было еще когда? Еще в октябре или в ноябре, потому что перед Новым Годом обновления же не было. Вроде, да, не было. Мне просто интересно, что это за обнова будет. Или забить хер на эту обнову, я не знаю. Напишите в комментариях, что бы вы сделали после такого момента. Ушли бы сервер или нет? Если честно, он мне уже как-то этот Радмир подзадрал, потому что, ну, нечего здесь делать. Прям реально нечего. Лучше идти там GTA 5, где больше функционала. Потому что на Радмире уже видно, что прям забивает хер. Вот прям реально. Вот на карминалку Радмир, да, там функционал просто бомбезный, обновления частые, а вот на МТА забили, к сожалению. А у меня на этом все. В принципе, вот такой видос вышел. Я надеюсь, он наберет тысячу просмотров, как и предыдущий. Пиши в комментариях, был ли у тебя бан, ушел ли бы ты с этого сервера или нет. Ну и вообще, можешь задать любые вопросы, все читаю, все смотрю. Подписывайся на канал, здесь выходит очень много интересного, полезного и, самое главное, веселого контента. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики. Первым никогда их не пропускать. Ну с тобой был Левн, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.